всем привет вы на канале дача сегодня мы пересаживаем рододендрон история это будет о посадке не только рододендронов а вообще в принципе вересковых рододендроны голубика брусника верески очень часто дачники садоводы покупают данные культуры и сажают в обычную землю или в суглинок или в чернозем и потом жалуются что у них эти растения погибает у меня рододендрон слегка подмерз но вот он видно уже почки просыпаются это рододендрон веку шаманский чтобы ваше растение не погибло у меня на участке растет и голуби коровидендроны особенно это касается регионов где засушливый климат где нет кислой почвы в общем в регионах не характерных для места произрастания вересковых культур чтобы ваше растение росло и радовало вас не один сезон после посадки долгие годы этому рододендрону уже три года что нужно сделать нужно выкопать очень глубокую посадочную яму широкую глубокую посмотрите на два штыка практически лопаты большая яма и полностью наполнить яму смесью верхового и низового торфа можно слегка добавить песок яму желательно уложить или иголками или какими-то бревнышками чтобы от почвы и не было раскисления нашего почвогрунта и сажать так можно сказать языком в такой пушок вот видите это пух прям вот и поливать каждый день в засушливую погоду или через день в менее засушливую погоду в летний период и тогда рододендрон будет вас радовать рододендроны обязательно нужно зимой прикрывать я вот к сожалению не прикрыл это была моя ошибка и он у меня слегка подмерз но вот по почкам видно что он у меня проснется и все с ним будет хорошо и прекрасно вот самое важное еще раз повторюсь при посадке рододендрона и голубейки это правильная земля смесь низового и верхового торфа и все у вас получится как вы видите пересаженный рододендрон чувствует сейчас себя прекрасно распускаются новые листья обязательно после посадки рододендрона замульчируйте почву для чего это нужно чтобы почва оставалась как можно дольше влажной это влаголюбивое растение поэтому нужно создать для него максимально комфортные условия сейчас вам покажу остальные вересковые культуры на своем участке еще один рододендрон на нашем участке к сожалению название сорт я вам не скажу не сохранилась бирочки растет он уже три года как вы видите чувствует себя прекрасно не подмерз не подгорел собирается цвести и главный залог хорошего здоровья рододендрона это правильная посадка и регулярный полив сажайте не бойтесь в завершении видео яркий представитель вересковых культур садовая голубика правила посадки абсолютно такие же как при посадке рододендронов глубокая посадочная яма смесь верхового низового торфа с добавлением песка никакого простого грунта перегноя и навоза при посадке быть ни в коем случае не должно рыхлая почва кислая увлажненная и вересковые культуры будут радовать вас не только своим видом но и вкусом в данном случае садовая голубика сажайте не бойтесь при соблюдении агротехники все у вас получится хорошего дня